Протягиваем выпуск. На Гомельщине проводят месячники по доброупорадкованне. У разных районных их термины могут крыху адрозниваться, але задача усюда одзинае – навести парадок на земли. При этом размывается не только об вывозе смет, якое засталося после зимы, але и посадках новых древ и кветок. На прикладе Гомеля с ситуацией ознайомился Олег Синцерову. «Червоный Гвадик» – буйнейшее предприемство по доброупорадкованне и озеленение областного центра Минавитогорд заявляется основным заказчиком древ и кветок, які тут выросшиваются. На долю городских организаций приходится всего около 3% от агульных объемов. Правда, непосредных гвоздяков тут не вельми шмат. Радовысь гомельчан, сё лето будут петунии и бегонии. Сколькость гэтых растений у тяплицах предприемства увеличивается десятками тысяч. За экзотичного остеоспермум, ведомая шеяк Капский Рамонак, по час месячника по доброупорадкованне гэтую кветку на городских улицах сё лето посадить у першыню». «Первый раз мы посадили их в прошлом году. Как показал прошлогодний опыт, они очень приспособлены на цветы до самых морозов. Как посадили, зацвели, будут цвести, цвести, цвести и давать новые цветки постоянно. Прекрасно себя зарекомендовали у нас». На предприемстве червоных гвоздей кажут, что мкнутся зноси рослины, які будуть отчувать себе утуль на нагуменских улицах. По этой причине берозу со список перспективных выключили уже некаких годов тому. Проблемными оказались и каштаны, які сейчас хвореют, причём методик эффективного их лечения у свете пакуль нема. Не вельми удалым оказался так самый эксперимент с посадкой на головной гомельской улицы Рабиней. По сутностях, это полдневая акация. Высокие летние температуры, и она вытремливая неадренна, а ле низкие зимовые могут привести до гибели рослины. Не вельми добра у гордя чувать себе дубы, хоть минавито дуб зараз заявляется самым старым древом областного центра». «Гэты дуб – самое старое древо у гомеля, яго взросл не меньше 200 гадов. По сутності дуб – волод не просто частка городского ландшафта, гэта яго істория». Древопомник знаходзіцца на таріторію гомельского палацово-паркового ансамбля. Сьогодні та основны упор тут будзе зробліна на вырощування кветок. Самый перший распустілася ерека. Квітнєзіна пачала яще пад снегом. Гэты рослина, даречі, адносяцца до реліктовых. Яны рослина землі яще 3 мільйонных гадов таму. У вогулі на працяку года у парку можна буде убачить каля 230 тисяч кветок. Практично до морозов розны виды будзі змінять адзін адзін аднагу. Традиціонно вже у нас заведено, що наш парк буде зустрічати гостей наших цвітінням луковичних раціний. Вони подобраны в большому калічестві. Начінає от крокусів, це саме мелкі такі луковичні, і до крупних тюльпанов піоновидних.